Домская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Никита Тарола. И Алла Есина. Добрый вечер. Вечер посвящаем обсуждению достаточно острого вопроса. 46 депутатов Одесского городского совета проголосовали за отмену переименования улиц согласно закону о декоммунизации. Ну, в общем, сутки прошли с тех пор. И об этом говорят в Киеве, об этом говорят в Одессе, говорят об этом все. Ну, собственно, и мы будем говорить об этом. К нам в студии присоединилась Анна Познякова, депутат Одесского городского совета. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы голосовали? Безусловно, мы голосовали так же, как и все, но мы голосовали против. Единственная фракция в Одесском городском совете, фракция с самопомощью голосовала против. Вы голосовали против, солидарность воздержалась. А помимо того, что это достаточно неоднозначный вопрос, у меня претензии к тому, как проходил сам процесс вынесения этого вопроса на сессию. И, собственно, когда вы получили список улиц, которые назад переименовывают? Ну, вот я взяла этот проект решения для того, чтобы наглядно показать. Здесь порядка 38 листов. Роздан он был по одному на каждую фракцию буквально там за 15-20 минут до начала сессии. Соответственно, ознакомиться с проектом решения, который предлагался для голосования, ну, не представлялось возможным. То есть можно было только бегло просмотреть. Но основной вопрос, понимаете, безусловно, городской совет имеет полномочия переименовывать улицы. Но при этом не стоит забывать о том, что вступил в силу закона декоммунизации. И нравится кому-то это или не нравится, но это закон, нормы которого обязаны к выполнению. Это первое. Второе. Вот таким образом, по-партизански, я считаю, вносить столь важный проект решения в сессионный зал, при этом накануне таких дат, как 2 и 9 мая, я считаю, это провокацией. Для чего это было сделано и чья это провокация? Кому это выгодно? Вы знаете, для чего это было сделано и чья это провокация, я считаю, должно установить СБУ, которое сегодня озаботилось этим вопросом, направило письмо в Одесский городской совет. И в тексте письма прямо и указано, что это действительно провокация накануне событий, накануне майских дат. Должна озаботиться прокуратура, которая, слава богу, как говорится, узрели все и открыли криминальное проваджение. Но при этом, знаете, так спихнули плавно на нацполицию, мол, нацполиция расследует, а мы потом либо закроем, либо откроем. То есть непонятно. Хочется понять, кто понесет ответственность в случае, если все-таки прокуратура даст делу ход, кто понесет ответственность? Там не шутка 10 лет грозит. Ну, смотрите, во-первых, есть список депутатов, которые вносили этот проект на голосование. Это первое. Второе, есть те депутаты, которые проголосовали однозначно за. И если следствие и суд установят факт нарушения закона, то я считаю, что с установкой персональной ответственности не возникнет никаких, собственно говоря, проблем. То есть на сегодня, имея поименное голосование, это не представляется какой-то загадкой. Как вам кажется, ну вот из 46, ну, большая половина прекрасно понимала последствия. Ну, это я так, на вскидку говорю, а если говорить, что депутаты люди образованные, ну, 46 должны были понимать, что это не пройдет тихо, на это отреагирует общественность, на это отреагируют и правоохранительные органы. Наверняка это и предполагалось, и наверняка к этому готовы. Вы знаете, я не могу вам однозначно ответить на вопрос, осознавали ли депутаты, те, которые голосовали за меру своей ответственности в случае того, что будет установлено нарушение закона. Это первое. Второе, вы знаете, здесь никто не будет рассуждать в плане, осознавали или не осознавали. Они обязаны, то есть не только они, каждый депутат, который находится в сессионном зале, он фактически представляет, первое, должен по закону представлять интересы громады. Второе, он должен все-таки, он берет на себя ответственность представлять интересы города. И, знаете, мне очень хочется спросить, а что, город давал полномочия депутатам нарушать закон? И неужели, собственно говоря, вы понимаете, здесь считать депутатов безвольными, как говорится, свидетелями происходящего не представляется возможным. Потому что все-таки, если бы большинство сказало о том, что они не приемлят подобное внесение, можно было воздержаться, можно было не голосовать, можно было, собственно говоря... О чем мы говорим? Мы видим традиционное партийное голосование. Оппозиционный блок, доверяя делам, морская партия, единогласно за. Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Действительно есть, собственно говоря, устойчивая коалиция в городском совете. Это первое. А второе, знаете, самое печальное в этой всей ситуации, все все прекрасно понимают. Но немногие наши коллеги по депутатскому корпусу, к сожалению, немногие из них свободны в принятии решений. И, к сожалению, зависят они явно не от мнения громады. Ну, это ненормально. Этого не должно быть в Одесском городском совете. Это не должно быть в любом городском совете. В любом парламенте. Но, к сожалению, на сегодняшний день это так. И, знаете, вот прекрасно то, что на сегодня и в регламенте горсовета, и на законодательном уровне закреплена норма, которая предписывает публикацию поименную. И очень, знаете, теперь на следующих выборах не получится отвертеться и сказать, да это не я голосовал, я вот разделяю ваши взгляды, это вас вводит в заблуждение. Вы как предписаны за 20 дней до сессии публиковать проекты для того, чтобы можно было с ними ознакомиться? Действительно предписано. И это есть в регламенте. Но есть на сегодня правовая коллизия между законом о доступе к публичной информации и законом о статусе депутатов местных советов. Так вот, депутаты, собственно говоря, этим и грешат, поскольку норма закона о статусе депутатов местных советов предписывает то, что они могут вносить проекты решения без предварительной публикации. Оригинально. Давайте послушаем, что по этому поводу думают одесситы. Наши корреспонденты сегодня пообщались с горожанами. Прошу вывести опрос. Мне кажется, что это не имеет вообще никакого значения, поскольку деньги тратятся не на то, что нужно. Им нефиг делать, они лучше бы сделали мне на черемушки дорогу. Я уже привыкла, допустим, маршала Жукова, это маршала Жукова. А есть, я думаю, есть новые улицы, которые можно назвать именем Небесной сотни. Давайте будем строить памятники им, а улицы оставим прежними. В зависимости от самого названия. Если название звучит нормально, запоминается, звучно, то можно оставить. Кому мешает Чёрст? Кому мешает Котовский? Вопрос. Это выгодно кому-то, поэтому, соответственно, так это происходит. Это просто отмывание очередной раз денег. Там, где устоялось, где, извините, люди прожили всю жизнь, теперь просто так вот ломать их сознание, я считаю, что это неправильно. Должно быть Небесной сотни. Жукова не должно быть. Я считаю вообще его преступником. История, никуда от этого не денешься. Вот говорят, что не надо ломать сознание. Вы знаете, как раз сознание определяет бытие. Поэтому сознание действительно надо ломать. И, к сожалению, у нас многие почему-то считают, что не важна государственная символика, не важен язык, не важно название улиц. Да, важно. Потому что у государства есть ряд признаков, которые вообще определяют государство как таковое. Это флаг, герб, язык, культура, конституция. И это всё то, на чём, собственно говоря, зыждется наша независимость и суверенитет. И сегодня говорить о том, что, да неважно, какое название улиц, может только тот, кто, знаете, кому безразлично события на Востоке. Кому безразлично, что на четвёртый год фактически войны у нас продолжают гибнуть ребята. И сколько на сегодня по официальной статистики говорит погибших? 10 тысяч человек. Я думаю, что их намного больше. И с каждым днём посмотрите на эти сводки, которые мы видим. Каждый день мы видим десятки обстрелок и погибших. Более того, любой историк скажет, что для того, чтобы уничтожить нацию, достаточно забрать в неё язык и культуру. Гораздо проще тогда поглотить. Ещё один момент по поводу привыкли. Лично моё мнение, для меня существуют улицы Ришельевская и Преображенская. Мои родители помнят Ленина и Советской армии. Поэтому дело привычки. Вы знаете, здесь дело привычки. Можно было говорить о привычке до тех пор, пока вот, к сожалению, в нашей стране не началась война. У нас не аннексировали Крым и не началась война на Востоке. Можно было вдаваться в пространные дискуссии о том, надо или не надо. Сегодня, на мой взгляд, Украина, знаете, вопрос суверенитета нашей страны, он до конца не определён. И то, что сегодня в Одессе не стреляют, это как раз заслуга тех немногих проукраински настроенных граждан, которые не побоялись встать на защиту города, для которых как раз важно, как называется улица, на каком языке, какой государственный язык в стране, какой вообще, собственно говоря, у нас строй. Поэтому, именно поэтому мы сегодня живём в мирном городе. Хотя, к сожалению, знаете, не вся Украина может этим похвастаться. Ну и будем честными, вы хоть расталкивались с проблемой того, что вы русскоязычная? Нет. Хоть в какой-то точке Украины? Нет. Я и во Львове могу говорить как на русском, так и на украинском. И львовяне, которые приезжают к нам... Я тоже никогда не сталкивалась с этой проблемой. Вильно, сколько тут украинскую и жёстные проблемы не мая. Абсолютно, абсолютно. Ниякую проблему, в цёму неясную. Потому что, всё-таки, здесь, понимаете, должна быть единая государственная оппозиция. И я понимаю, вот, людей старшего поколения, которые говорят о том, что им тяжело, они привыкли. Но всё, что мы сегодня должны сделать, это делается не для нас. Нам уже придётся как-то с этим помучиться. Это делается для наших детей. Ну, после того, чтобы... Мы уже опять-таки к Екатерининской, Решильевской, Пантелеймоновской и так далее. Привыкли и нормально. Привыкли и нормально, действительно. Но я к тому, что именно наши дети не должны стоять перед вот этими муками выбора. Поэтому сегодня, я считаю, что, собственно говоря, это ответственность на нас сегодня лежит. О том, чтобы наши дети не терзались вопросами языка. И вопросами самоидентификации, что самое главное. То, с чем мы сталкиваемся на протяжении многих лет. Анна, хочу ещё, чтобы один материал мы вместе с вами посмотрели. Сегодня директор департамента, юридического департамента Одесского городского совета попыталась объяснить, почему было принято о переименовании улиц. Прошу вывести материал. По поводу переименования улиц Одесским горсоветом начато уголовное производство. Прокуратура считает, что решение Одесского горсовета, возможно, незаконно. В частности, речь идёт об изменении названия ряда улиц и переулков, декоммунизированных экс-губернатором Саакашвили. Принятие такого решения правоохранители усмотрели пропаганду коммунизма. Про подозру наразе ещё никому не поведомлено. Досудовое расследование доручено следователем Главного управления национальной полиции в Одесский область. Санкции вказанной статьи предбачают позбавление воли до 10-ти роков. В свою очередь, в мэрии утверждают, таким решением закон не был нарушен, ведь всем улицам, которые следовало переименовать по закону, историко-топонимическая комиссия города дала новые названия. Вы не увидите ни одного названия, которое должно быть переименовано по закону о декоммунизации и возвращено. Такого названия ни одного нет. Ну, вы знаете, я бы поспорила. Яркий пример улицы Валентины Терешковой, которая... Но она как раз не попадает под декоммунизацию. Понимаю. А почему не попадает? Она разве не была членом КПСС? Она разве... Вообще, многие, кто защищает позицию, что должна существовать улица Валентины Терешковой, мотивируют это тем, что улица была названа в честь нее, как первой женщины, которая полетела в космос. Вы знаете, безусловно, никто не отменяет ее заслуг перед развитием, как говорится, космонавтики. Хотя полет вряд ли вклад в развитие. Тем не менее, знаете, спорный вопрос, давайте, да, в этом не будем. Другой вопрос, что после аннексии... Она голосовала за аннексию Крыма. В 2014 году. И этот факт нельзя отрицать на сегодня. Его нельзя стерить, собственно говоря, из памяти. Почему отменили название улиц, которые были названы в честь ребят, которые погибли в зоне АТО, одесситов, которые погибли в зоне АТО? Это еще один позорный факт, позорное, точнее, следствие принятия этого решения. Я не могу вам сказать, почему. Ну, вот из того списка просто, что увидела я, речь идет о том, что улицы были названы в честь ребят, погибших в зоне АТО, героев Украины, которые защищали нас. Это были названы переулки, которые именуются 5-й, Чапаевский, 25-й, 30-й и так далее. Я знаю, причем вы говорите, да. Но почему именно так обеспокоили эти переулки наших, собственно говоря, как депутатов, так и чиновников, мне неизвестно. Другой вопрос, что, понимаете, вот я специально взяла этот проект, здесь написано, что брали во внимание думку территориальной громады и предложение историко-топонимической комиссии. Так вот, вывод историко-топонимической комиссии базируется, точнее датируется 3 июня 2016 года. То есть весь год не велась никакая работа, никто не вспоминал, понимаете, об этой комиссии, о ее выводах. Дважды назначались общественные слушания, которые так и не были проведены. И если здесь опираются на мнение, то предоставьте протоколы общественных случаев. Я не могу понимать, что это же территориальная громада. Кто эти люди? Каким образом формируются? В каком формате спрашивали? Я живу в районе улицы Терешковой, меня не спрашивали. Ну, вот видите, опять-таки, я же говорю, что где протоколы, где... На ваш взгляд, как должно проходить весь этот процесс, чтобы он все-таки получил свое логичное завершение? Потому что с таким порядком вещей споры будут продолжаться бесконечно, судя по всему. Послушайте, у нас... И продолжать спекулировать, и провокации кому нужно будут. На сегодня Одесский городской совет разработал прекрасный сайт. И не так давно он был анонсирован как большое достижение, на котором мы сейчас все можем подать электронные сети. С этим вы имеете в виду? Безусловно. Давайте задействуем достижения прогресса, науки и техники в вопросе. Давайте задействуем общественные слушания в том формате, в котором они существовали ранее, соберем всех желающих высказаться по этому поводу. Но вот так, собственно говоря, не взирая ни на чье мнение, и не взирая на мнение, собственно говоря, депутатов на закон, просто внести этот проект на голосование, тем более, я еще раз повторюсь, накануне, собственно говоря, майских дат, это недальновидное, непродуманное решение. И вот такая спешка, непонятно к чему она. Если те, кто голосовал за проект, считают, что они, безусловно, правы, но так тогда чего бояться? Давайте по процедуре, давайте медленно, взвешенно. Без нарушения закона. Без нарушения закона. Давайте, собственно говоря, обсудим. Каким образом самопомощь будет пытаться отменить это незаконное решение? Самопомощь сегодня сделала официальное заявление, мы подаем иск в суд и будем оспаривать данный проект решения в судебном порядке. На чье имя иск? Сейчас не готова, ну как бы я не адвокат, поэтому не готова сказать там юридические тонкости, но, собственно говоря, есть заявление опубликовано, я думаю, там сегодня или завтра опубликуют иск. Кажется ли вам, что вот при таком порядке вещей, когда достаточно больные вопросы, можно взять, вынести на голосование, и из них проголосуют 46 депутатов Одесского городского совета, что это можно, в общем, любой вопрос протащить? Ну, так, собственно говоря, так и происходит, а в чем? То есть ничего нового, да? Нет, ничего нового. Это говорит о том, что любой вопрос в Одесском городском совете можно протащить, независимо от того, какой ущерб он может принести. В Одесском городском совете, я подчеркиваю еще раз, есть устойчивое большинство для принятия, собственно говоря, любого решения. Вот посмотрите голосование по каким-то спорным вопросам. По резонансным вопросам отказываются голосовать, либо голосуют против порядка от 15 до 20 человек. Ну, послушайте, для меня большой показатель, когда депутат городского совета в студии говорит, я списка не видел, но мне привычнее старые названия, поэтому я проголосовал за. Это тоже большой лично для меня, как избирателя, показатель. Анна, ваш прогноз, насколько действительно будет действенным расследование прокуратуры и СБУ? Верите ли вы в то, что действительно дадут ход делу, потому что, опять-таки, возвращаясь, 10 лет тюрьмы, наказания? Вы знаете, я не верю, что прокуратура доведет это дело до суда. Я объясню свою позицию следующим. На этой же сессии городского совета буквально через один блок вопросов ставился вопрос на голосование о ремонте, о капитальном ремонте здания, которое не находится в собственности территориальной громады, которое находится в собственности областной прокуратуры, фактически ГПУ Украины, государственная собственность. И проект реконструкции этого здания предполагает 46 миллионов. 20 миллионов было выделено вчера на сессии. Скажите... Это откуп, вы считаете? Ну, вот давайте вместе рассуждать. Это откуп? Кто заставляет, собственно говоря, принимать подобные решения? И не закрывает ли тогда прокуратура глаза на подобные проекты? Хочется верить, что не закроют глаза. Ну, это, знаете, это будет как раз вот испытание и для нашего... Лакмусовой бумажкой? Лакмусовой бумажкой, безусловно. И для общества, и для начальника Одесской областной прокуратуры, и для, собственно говоря, всей прокуратуры и страны в целом. И от позиции сегодня, вот, собственно говоря, правоохранительных органов, от позиции судейского корпуса, от позиции гражданского общества будет зависеть то, случилась у нас сегодня контрреволюция или нет. Ну, и все равно мне не укладывается в голове, зачем это делать накануне 2 мая. Посмотрим. Анна, благодарю вас. Спасибо. Анна Познякова, депутат Одесского городского совета, была нашим гостем. Прервемся на несколько минут, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok